Друзья мои, всем привет! На связи команда Денисович и партнеры. Мы сейчас будем делать эту перемычку на нашем гараже. Не скажу, что мы будем делать ее правильно, мы просто ее будем делать. Если говорить о правильности, то надо вставлять экструзию снаружи, чтобы она нигде не подмерзала. Но так как у нас будет вент-фасад, то мы утеплим ее уже на вентиляционной части, когда будем делать вент-фасад. Справедливости ради покажу, что уже сделано. Это мы вчера бомбили с сыном, вечером залили, сегодня положили блоки. Все, последний рывок это армопояс. И уже, может быть, даже по первому снегу будем делать стропилку. То есть это не страшно. Главное, чтобы бетонные работы закончились. Включаю музыку и, как обычно, поехали, работаем! Друзья, погода на Алтае переменчивая. Поэтому в этом ролике, так как снимали мы его не один день, будет много разных нарядов. Но сейчас не об этом. Друзья, мы съездили за последней партией меда. Мы взяли от Алтая все. В общем, склад забит. Васильковый, августовский мед в наличии. Также есть перга, есть дягель, есть разнотравие. Переходите на жарковский-мед.рф. Ну или в описании по ссылке. Там все, новый сайт. Ну и заодно буду рад, если в комментариях вы оцените, насколько классный теперь у нас сайт. Спасибо большое Александру. Это человек, который помогал мне его рисовать. Если, кстати, кому-то нужен сайт, тоже, друзья, обращайтесь в комментариях. Дам ссылку. Парень делает просто замечательные вещи. Ну а медок в описании, ссылка. Так, начинаем. Ну и, друзья, под эту замечательную музыку хочется рассказать вам о наших сыном планах. Вот этот хост двор, который вы сейчас видите на своих экранах. 24 метра только построек. То есть это 4 помещения. Казалось бы, это огромная территория. Но на самом деле, потом, позже я вам покажу, что будет храниться. Как будет храниться, и вы поймете, что мне еще таких пару помещений точно надо. Опыт заливки у нас с сыном первый раз. Конечно, скажу, что история такая тяжеловатая. Потому что у нас сегодня предстоит около 16-18 замесов. И Никитос, мой Денисыч, очень по-мужски, очень серьезно к этому подходит. И вся насыпка материала, перетаскивание порой ведер, насыпка цемента, это все на его плечах. Моя же задача поднимать ведра наверх и опрокидывать их в опалку, которую мы построили. Честно скажу, тяжело-то вдвоем заниматься такими вещами. Немножко забегая вперед, скажу, что в конце ролика вы увидите нашу идейку инновационную по поднятию бетонной смеси наверх. Так, кстати, друзья, еще один момент. Сейчас очень много разборки, сборки, опалубки. Вы знаете, что у меня есть шуруповерт, хороший, мощный, но он, правда, тяжеленький. Но им выкручивать и вкручивать просто удобно и отлично. Но я хотел какой-то аналог своего гайковерта, и поэтому взял винтоверт. Вот. Так что теперь, друзья, встречаем в наш ассортимент, в линейку, новая игрушка, вот такой вот бесщеточный винтоверт Greenworks. Имеет светодиодную подсветку, а также несколько вариаций мощности работы системы. В общем, идем собирать опалубку и продолжать строительство нашего хоздвора. Имеет светодиодную подсветку. Имеет светодиодную подсветку. Друзья, теперь мы переходим с вами к заливке вторых ворот. И вот здесь у нас родилась с Никитой отличная идея. У нас на территории есть погрузчик, вы его видели. Замечательный желтый наш помощник. Так вот, мы сейчас просто берем погрузчик, открываем челюстной ковш, загружаем туда ведра с раствором, и Никита будет подавать мне наверх материал. Собственно, таким образом мы сэкономим силы и время на изготовление вторых гаражных проемов. Они, кстати, побольше. Там 4 на 2,5. Здесь было 3,5 на 2,5. Все, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас два гаража. Один гараж 6х8, второй 6х10. В первом гараже мы взяли ворота подъемные 3,5 на 2,5 метров. Собственно, такой будет проем. Вторые же гаражные ворота 4 метра на 2,5. 2,5 это, как вы понимаете, высота. Для палубки мы вяжем арматуру 10 размера. Каждый метр идет связующий для того, чтобы пруты не расходились. На все это мероприятие, ну, кроме фундаментной плиты, у меня ушло где-то 1 километр арматуры. То есть, это арматура всех перемычек, это арматура армопояса. Сейчас мы, кстати, будем его вязать, и вы тоже увидите в ролике. Поэтому, кто не подписан, друзья, обязательно подпишитесь на наш канал. Кадры с коптера сейчас показывают всю грандиозность нашего строительства. Кадры с коптером. Кадры с коптером. Так, братцы, ну вот мы и закончили. Сняли уже опалубку со вторых гаражных ворот, начали вязать арматуру. Это будет в следующем ролике. Следующий ролик я посвящу этому видео. И вот так у нас все замечательно получилось. Это гараж. Ну, я вот сейчас загадываю, что это гараж Жени, тут гараж мой. На самом деле, жизнь покажет, мы решим, как это будет. А еще раз, еще раз. Кадры с коптера, как это все выглядит сейчас. Так, вот такая вот красота у нас, собственно говоря, и получилось. Смотрите. И, кстати, кто говорил нам про то, что въезд в гараж сделан сильно высоко, это глупо, это некрасиво, это неправильно. Дорогие хейтеры, подавитесь. У нас все получилось очень даже хорошо. Смотрите. Вообще проблем нет. Солярис заезжает без малейших даже предпосылок на то, что он может где-то шоркнуть днищем автомобиля. Вот. Дальше будет залита отмостка. Все будет ровненько, ступеньки. Вообще, друзья, мне интересно, вот когда хейтер, ну, не хейтер, когда кто-то пишет комментарий, что у тебя все неправильно сделано, он разве не думает о том, что человек просчитал, о том, что человек нарисовал проект, он подготовился к этому мероприятию. Ну, вот, наверное, думают, что мы делаем по наитию или так просто из головы. Нет, ну, знаете, за столько лет строительства я уже стал в какой-то мере профессионал. Более того, скажу, что здесь на участке не просто мы отсыпали это все гравием, а есть уже мысли по разуклонке. То есть, какая часть воды будет уходить туда за ворота, а какая часть, ну, после дождя будет уходить в огород. Вот. Все это распланировано, все это уже в работе. И, собственно, когда мы делаем отстрел горизонтов лазерным уровнем, мы это все дело уже просчитываем. Я считаю, что уже, можно сказать, у нас все получилось. Осталось только армопоезд залить и начать строить стропилку. Я рад, что вы со мной, я рад, что вы смотрите канал, рад, что вы делитесь своими идеями. Друзья, чтобы смотреть чуть бодрее, интернет сегодня, вы знаете, что с ютубом происходит проблема. Может быть, не во всех регионах, но у меня он вообще не идет. Поэтому я давно уже смотрю ВК-видео и Дзен. И вам рекомендую туда тоже подписаться. Ссылки под видео в описании. Подписывайтесь на Дзен, в Телеграм, на ВК-видео. Туда мы тоже публикуем данные видосы. Ну, а у меня сегодня на этом все. До скорых встреч. Пока.